Ну что же, вновь добрый вечер всем болельщикам, болельщицам и просто зрителям дисциплины Point Blank. С вами по-прежнему у микрофонов Герман Громов и Максим Чеев. Завозим жесткий Point Blank вам в хату, вам в экраны. И сейчас у нас очень жесткое противостояние. Бакинское азербайджанское дерби. Респект против эмбарго. Битва титанов азербайджанских земель. И сейчас эти парни будут сражаться не на шутку. Не на шутку и даже не знаю, что по предикшенам. Да, объективно команда Респект сильнее. Но когда встречаются две азербайджанские команды, это настолько непрогнозируемо, что вероятней, да, мой, так скажем, предикшен просто будет провальным. Что я, честно говоря, и надеюсь. Хочется увидеть очень много экшена, много борьбы, заряда энергии. И страстей у команд. Ну и надеюсь, мы это все с вами вместе и будем наблюдать. Максимка, ты с нами? Да, ребят, я с вами. Снова всем привет, кто к нам залетел на Стримчанский совсем недавно. Но Респекты вчера показали себя очень-очень неплохо на завершении боевого вечера. Так что не знаю, как они будут действовать сейчас против коллектива Эмбарго. Но вчера прям такие танки выступали у нас от коллектива Респект и довольно-таки неплохо разбирались со своими соперниками. Но если Эмбарго вчера присутствовали на Стримчанском или просто посмотрели видосы у нас на Ютубе и изучили своего соперника, то здесь могут действительно возникнуть очень и очень жесткие перестрелки. Но посмотрим, не будем загадывать. Ставочки у нас уже полетели и на ВКонтакте, и на Ютубе. Ой, на Ютубе, на Твиче, ребят. Про Ютуб думаю все, как мы туда, когда запустимся. И вот что-то как-то у меня ошибочка по Фреду вылетела. Но ладно. Так, ребят, также напоминаю то, что сейчас на вторую катку Респекты против Эмбарго у нас также будет проводиться конкурс «Угадай слово». Ну и в соответствии я точно так же буду сбрасывать вам по одной букве в чат. И, кстати, у нас уже есть на первое слово пятерка победителей. Я зашел, посмотрел. Как только дописал последнюю букву, просто в рядок джух, одно слово залетает. Парапет. Ну, молодцы, ребята. Молодцы. Собственно, коды я вам буду отписывать уже непосредственно после Стримчанского. Так что потихоньку сидим и ожидаем донатик 10-дневный себе в инвентарь. Ну, а тем временем мы ждем последнего игрока. Это, конечно же, Архантео. Ну и давайте пройдусь по ростерам команд. За эмбарго играют нас Скайлейк, Джерси, Гуэра, Максимус и Жёсткий. А за респект играют нас Лост, Ушкан, Зи, Опи. Ну и, конечно же, Тео. Тут Скайлейк попросил передать привет, респект, Маки. Залетает привитос Маки у нас. Так. Ну и, соответственно, мы уже с вами готовы, готовы, готовы стартовать. Смотреть. Замечательное противостояние между двумя очень классными командами. Ну и ножи решают пока что, видимо, вчетвером отыграть у нас парня из коллектива Респект. Ну и, в принципе, ладно, это не страшно, тем более на карте Люкс, или это дело такое. Такое-такое. Ну а мы с Максом пока на раз-два-три, я думаю, бахнем, да? Да, давай, поехали. Давай, раз-два-три. Бумага. Камень. Какие же ножницы, ну почему? Зачем я этот камень ставлю? Ну ладно, окей, первый раунд за мной. Так, ребят, у вас есть еще время на ножевом раунде сделать ставочки. После ножевого я сразу же закрою их. Ну и, в соответствии, будем переходить уже к конкурсу «Угадай слово». Также, ребят, напоминаю о том, что в группе по инбланке «Спорт офишал паблик» периодически проводятся конкурсы репостов с разными призовыми. Довольно-таки классные девайсы. Так что, ребят, заходим в группу, подписываемся, принимаем участие в конкурсе. И забираем в соответствии с собой, опять же, донатик. Так, ну что, ножевой раунд у нас проходит. Ставочки я закрываю. Ты сам-то как думаешь, кто здесь одержит вверх в этом противостоянии? Герман пропал куда-то. Я говорю, сам-то как думаешь, как сыграют команды у нас? Ну, не знаю. Я здесь свое решение. Вот все, я, знаешь, так колеблюсь. Будет ли 2-1 по картам или же все-таки 2-0 отлетит? И вот опять же, в чью сторону мы не так давно наблюдали и коллектив Эмбарго, и коллектив Респект. И парни действительно очень жестко стреляют. Но вот вчера своей игрой коллектив Респект показали то, что они действительно уже готовы рвать всех на легендарном дивизионе. Ну и, собственно, я, наверное, отдам свое предпочтение за Респект и поставлю к ним 2-1 по картам. Ну, а какой счет будет, сейчас посмотрим. Но здесь, опять же, у нас по предикшенам довольно-таки интересно получается. Основное количество народу ставит у нас 10-5, 10-3, где-то он кто-то 10-1 за Респектами. То есть, совершенно не учитывая того, что здесь коллектив Эмбарго действительно могут навязать свою очень-очень жесткую борьбу. Но посмотрим. Так, что у нас на Твиче? Так, Твич тоже, ставки закрыты. Так, так, так. Ну что, стартуем. Где у нас пятый боец у Респекта? Где же, где же? Да, куда-то потерялся потихоньку. Гуляет Арханчик. Наверное, там с компьютерного клуба, там может что-то быть, неполадки им быть, или заходит, не знаю. Но в любом случае, я думаю, что в Питером все-таки сегодня соберутся Респект. Рано или поздно, по графику, в принципе, мы идем довольно-таки вовремя. 19.28 по Москве сейчас. Ну, еще две минутки, я думаю, ждем и стартуем. Как раз-таки по расписанию в 19.30. Ну, даже не знаю. Все-таки 2.0 или 2.1 за командой Респект. Но я думаю, да, логично будет все-таки предположить, что победа будет именно за ними. Но вот какой счет на карте будет на ДЦ, на Люксе, на НП, пока остается действительно большим вопросом. Потому что, я думаю, эмбарго в любом случае не дадут себя в обиду и в сухую прям-таки размотать респектом самих себя. Ну, не знаю. Не знаю, посмотрим. Догадок куча, а по факту еще мы даже не знаем, в каком ключе эмбарго будут действовать. Да, первую игру они проиграли команде Falcon G с борьбой, но все-таки проиграли. Но сейчас соперник еще более грозный. Я думаю, ребята должны как-то подсобраться. Ну что, поехали, первый раунд. Да, потихонечку стартуем. ТО у нас также подлетает. Ну что ж, готовность, готовность ждем от ТО. В обороне будут выступать у нас ребята из коллектива Респект. Давайте сразу же сейчас посмотрим, как они будут выстраивать свою оборону, что покажут. Ну и, собственно, есть ли какие-то новенькие заготовки по тактикам у наших команд или все пойдет, опять же, по дефолту. Так, прогружаемся на карту. Отлично, все в прогрузе. Ну что ж, давайте посмотрим, как будут работать сейчас ребята из коллектива Эмбарго. Потихонку уже заливаются на позиции БК. Также пошла работа на четверку. Но вектором атаки коллектив Эмбарго выбирает позиции беты, где на обороне работают у нас Лос, Зишка и Тушкан. От Лоса уже залетает опенфраг по джерси, а тем временем Скайлэйк. Минусует Тушкана и пошла работа через дигу от Китхае на позиции дома. Тут у нас находится Зишка. Пропускает все-таки потихоньку Гуэро на позиции первой линии ящей. Ну и, собственно, Опи перетягивается уже под парыч. Есть минус от Гуэро, минусует Лоса. Но здесь Опи находится на подъеме, уже минусует своего оппонента Максимуса. И пытается дожать также Гуэро. Жесткий находит минус по Тео. Отлично, Опи минусует Гуэро на моментальный размен. Находит опять же жесткий. И Зишка наказывает своего грозного оппонента. Скайлэйк попытается сейчас отстрелить Зишку. Но пока что не задается ни у Зишки, ни у Скайлэйка. Но здесь не смог просто на борт запрыгнуть. Крайне прискорбная ситуация. Но, собственно, первый раунд за коллективом. Респект. А им на уровне. А им на уровне. Я удалю. Да, да, да. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Все-таки это только первый раунд. И раунд, кстати, довольно спорный-то был. До последнего момента было неясно, кто же все-таки его захватит. На секунду мне показалось даже, что Эмбарга все-таки немножко ближе. Отличное занятие длины. И, в принципе, там не совсем удачная стрельба в конце. Так, тут длину также Тушкан поджимает. Там еще и товарищ Максимус у нас имеется. Но Тушкан по нему не попадает. Ну и Максимус как раз-таки его за это и наказывает. Зишка дропается у нас по длину, оставляя ЦК в безвидении. И вот Опи прожимает четверку. Вместе с Опи делают минуса. И Максимус также получает демедж и погибает. А вот этот раунд уже более, так скажем, жестко проходит для команды Эмбарга. И мокрое место от них не оставили. Опи и компания. 2-0. Два раунда к ряду уже залетает за коллективом Респекта. Прошло-то всего ничего от начала битвы. Это очень тревожный звоночек для коллектива Эмбарго. От Кихае у нас уже производится на позиции Зиги. И здесь работает у нас по-прежнему Лос и Зишка. Тушкан работает на обороне длины. Там Скайлайк и Джерси накаляя свою ситуацию. Но и Максимус также подтягивается на данную позицию. Вновь вектором атаки коллектив Эмбарго выбирает позицию Беты. Зишка отыгрывает в доме. Опи находит минус по жесткому. Пропускает Гэра через Дигу. Но здесь Лос зачетал своего соперника очень вовремя. Есть минус по Гэра. Джерси и Максимус моментально увольняет своих соперников с позиции Плэнта Беты. Ну и, собственно, заход потихоньку будет осуществляться. Ну, собственно, да, уже Максимус находится у нас на позициях Плэнта Беты. Но Тео запускает на позиции БК. Да, и он спокойно минусует Скайлэйка. Также Максимус его увольняет. Отлично. Опи пытается на агрессии на спуске отыграть. Но пока что не удается. И Джерси накаляет ситуацию с третьей линии. Максимус 28% здоровья. Пытается поймать Зишку, у которого 10% здоровья. И Опи 61. Крайне опасная игра сейчас была от Максимуса против Опи. Против фуашек очень сложно спорить. Но, тем не менее, Опи уже наредили. 32 хп. Максимус также ставит пачку по Зишке. Отлично. И Опи остается в соло. Пытается найти Опи. Но здесь Опи просто спиной выходит к Максимусу. От Максимуса максимальный КПД в этом раунде для своей команды. Ну и, собственно, первый раунд в копилке коллектива Эмбарго. Так, ну что. Вот и ответочка от Эмбарго. Сейчас, возможно, Аркаду какой-то позиции мы увидим. И Зишка вместе с Тушканом идут прожимать длину. И как раз-таки на этой позиции, да, у нас будет встреча Скайлэйка и Тушкана. И кто же держит там вверх. Скайлэйк теперь один здесь. А нет, все-таки с Джерси вдвоем. Они втроем даже на длине. И у Тушкана проблемы сейчас. Но Зишка делает минус. Зишка, возможно, еще кого-то заберет. Тушкан также ему халпует. Лосс забирает на шарте жесткого. И Тушкан еще один минус. Это 5 в 0. И у Эмбарго проблемки сейчас наблюдаются. Со счетом нужно как-то вставать с колен. 3-1-2 раунда. Преимущество у коллектива. Респект. Ну и, собственно, здесь коллектив Эмбарго принимает решение сменить свою тактику. И направляет вектор атаки на позиции Альфы, где обороняется Опи и Тео. Ну что ж, посмотрим, что из этого всего выйдет. Жуткий принял решение в соло атаковать Альфу. За это сразу же поплатился. Опи его минусует. Зишка также ставит пачку по своему оппоненту. Ну и, собственно, трое игроков коллектива Эмбарго находятся на позициях Стрита. Но здесь Опи увольняет уже двоих. И Скайлэйк остается один. Дропается на позиции Банана. Но здесь Тушкан также находит своего соперника. 4-1 за коллективом Респект. Ну здесь Опи, конечно, просто собрал урожай из трех игроков коллектива Эмбарго. Но опять же 5-0 и только Опи по хп пострадал. Ну и сейчас первым, конечно же, номером действуют ребята из коллектива Респект. Снова выход на длину Скайлэйка у нас сейчас будет. Или же все-таки нет? Нет, пока нету. Подальний чек и поджим длины у нас Респект. Ой, да, и Респект, и, в принципе, и Эмбарго. Ну и все, залетает втроем на длину. И здесь у Тушкана ряд проблем наблюдается. Но с первого из них он справляется. А, это Лос. Я смотрю за Лосом, говорю Тушкан. Ну все, это просто излюбленная позиция Тушкана. И я как-то постоянно его немножко путаю. Лос 3-плкил уже оформляет в этом раунде. Остается последний жесткий. И это просто 5 в 1 размин, скорее всего, будет. Да, так и есть. И счет на табло, кстати, тоже 5-1. Но немножко обескураживающее начало для команды Эмбарго. Три раунда остается у нас на первой половине. Ну и, собственно, эти три раунда нужны как воздух. Просто сейчас коллективу Эмбарго. Или же все-таки ребята очень сильно рискуют отлететь на первой же половине, на первой же карте с очень крушительным счетом. От Гойра залетает минус по Тушкану. Моментальный размен от Тео следует. Но здесь Скайлейка запускает на позиции Короба. Но Опи вовремя зачекал своего соперника. 27% здоровья у него остается. И Скайлейк 74 хп. А Тео опять же минус по Максимусу. Но что ж, опять атака на позиции Плэнта Альфы особо не задается. Тео 50% здоровья. Стоит пачку под джерси. Отлично также минует хаешку. И здесь Скайлейк пытается дожать своего соперника. У него это пока что неплохо получается. Жесткий 43 хп. Но по нему также падает информация. Лос и Зишка будут отыгрывать вдвоем против двоих бойцов коллектива Эмбарго. Скайлейк и жесткий. Жесткий, нашитый. Довольно-таки неплохо. 43 хп. Ну и, собственно, Скайлейк 74. Пока что ребята не торопятся ставить Плэнт. Зишка по-прежнему находится на позициях пятерки. Ну и, собственно, Скайлейк заходит на позиции Плэнта. И сейчас рискует отлететь. Да, собственно, Зишка забрасывает хаешку. Довольно-таки неплохо. Есть минус. И жесткий 29 хп. Но здесь Лос просто шьет из дому. Никаких шансов не остается у жесткого. И, собственно, 6-1 уже за коллективом. Респект. Ну, что-то совсем прям пошли, пошли по склону вниз. Команда Эмбарго. Но, ребятки, давайте, давайте. Ожидаем же все-таки хоть какого-нибудь камбэка. Нужно нам противостояние. Если так вот быстренько 2-0 все закончится, то не самые приятные новости у меня для зрителей Твича, что следующий матч начнется далеко не по расписанию, а гораздо... Точнее, как раз-таки по расписанию. Ой-ой-ой, жесткий. Ну, что с Сенсой? Просто на одном месте стрелял, в то время как Опи уже за спиной был. Но, благо, есть Гуэра, который разменивается по Опи. И, кстати, снова все игроки находятся у нас под Альфы, кроме Максимуса. И Максимус сейчас может, кстати, наказать на квадрате своих оппонентов. А вот Тушкан. Тушкан слышит. И сейчас за Тушканом будет очень интересно понаблюдать, как он пойдет в спину. Хотя... Да, в ЦК у нас товарищ Максимус. И остальные 3 игрока Эмбарго находятся. Уже под Альфой. Сишка вместе с Тушканом. Легендарное звено. Двукратный чемпион мира. Сейчас будет разыгрывать ситуацию. Но Гуэра как же жестко работает по Тушкану. Олег Кановнин остается 1 в 4. И моментально Скайлейк ему просто вешает оплеуху в голову. И счет становится, наконец-таки, 6-2. Ну что ж, ребят, последний раунд на первой половине. Будет ли это 7-2 или же все-таки 6-3? Заберу третий раунд, ребята, из коллектива Эмбарго. Огромный вопрос. Но давайте посмотрим. Тушкан принимает решение агрессивной игры у нас на передце кафе. Но моментально отлетает от Гуэра. Жесткий также находит минус по опе. Пошла работа на пятак. Там Тео стремительно теряет свои хиппоинты. Но мисс носует жестко. Скайлейк заливается на позиции альфы. Лос находит минус по Максимусу. Продолжает работа на позициях БК. И там Джерси накаляет ситуацию. 99% здоровья у него. Скайлейк ставит пачку по рыдовому Тео. Ну и, собственно, установка плента сейчас должна производиться на позициях альфы. Но Скайлейк принимает решение агрессивно отыгрывать против дома. Джерси находит минус по локу. Но и, похоже, это все-таки будет третий раунд для коллектива Эмбарго. Зишка на агрессию играет сейчас на позициях длинным. Но здесь Джерси 99% здоровья и не подпускает к себе своего соперника. Собственно, моментально его минусует. 6-3 за коллективом Респект. Преимущество в три раунда. Ну, наконец-то, хоть небольшой камбэк в исполнении команды Эмбарго мы с вами увидели. Ну и теперь можно с чистой совестью переходить на смену сторон. Возможно, как-то за оборону себе проявит Эмбарго. Хотя, честно говоря, Респекта будут, я думаю, очень агрессивно действовать за атаку. И будут действовать связками. То есть это шорт плюс лонг. Как правило, скорее всего, будет именно под эти позиции. Очень любят ходить ребята. Тео, вероятно, иногда будут оставлять под Альфу. Чтобы он там делал какие-то жесткие минуса. Ну и давайте посмотрим, прав я или нет, что Тео отправится под Альфу. А Тушкан куда-то по длиной. Либо шорт вместе с Зишкой. Ну и, я думаю, там связка будет Тушкан лосс и Зишка вместе с Опи. Опи будет более, так скажем, с опорчищем игроком на шорте. Так, ну что. Нет, лосс как раз-таки уходит под Альфу. Тушкан в длину и... Три игрока на четверку. Что-то, кстати, необычный раунд. Возможно, новый какой-то в исполнении команды. И вот, кстати, лосс опенфраг уже делает. В Альфе у нас Опи пытался зайти в короб, но здесь жесткий его уже ждет. И лосс-то уже, кстати, под коробом мог очиститься, если бы не Гуэра. Ну пошли, у нас размены. Максимус забирает и Опи. Забирает Максимуса и Тушкан забирает. Ой, Максимуса, да. Все, поплыл германец уже немножко. Гуэра, выход под короб. И опять у него мышка просто не поворачивается. Что там за деревянная мышка такая у Гуэра, мне интересно. Но, тем не менее, вне зависимости от этого, в седьмой раунд забирают у нас парни из коллектива Респект. Ну что ж, уже 7-3 за коллективом Респект. И ребят обделяет всего лишь три раунда от победы уже на первой карте над своими соперниками. Имеется у нас опенфраг со стороны коллектива Респект. От Кит Хаена позиции Зиги. Гуэра будет принимать сейчас своего соперника. Жесткий минус у Изишку. Гуэра также ставит пачку по Тео. Неплохо. Тушкан и Лосс вынуждены сейчас стягивать свой вектор на внимание с длины. Но здесь Лосс на агрессии попытался отыграть. Также Тушкан ловит пачку от Жесткого. Ну что ж, неплохо-неплохо. Жесткий триплкилл в этом раунде. Ну и, собственно, Опи остается в Солочанского против четверых бойцов коллектива Эмбарго. Жесткий заливается на позиции Банана и моментально минусует своего соперника. Это квадрокилл в его исполнении. И еще один плюс для него это 91 хп. То есть четверых убрать и с такими хп остаться дорогого стоит. Да, конечно, молодец парень. Просто мвп прошлого раунда для команды Эмбарго. Ну и сейчас выход под коробу. А Топи, наверное, вновь очень агрессивный. И, кстати, здесь его уже ждал Жесткий. Пять минусов делает буквально уже за два раунда. И отпускает его с 55 хп из-под коробки. Лосс. Здесь воюет, призаходит в Альфу. И Скайлейк его штрафует также. Ну что? Вроде Эмбарго-то просыпается. И есть жаришка у нас на карте деловой центр. И сейчас парням ни в коем случае нельзя остывать. Нельзя сбавлять темп. Нужно как раз таки... Такой темп набрали агрессивный. Такой нужно держать. Это как раз тот стиль игры, который мы привыкли видеть. Эмбарго на квалификациях легендарных. Где они просто уничтожали всех. И вся таким способом. Ну что? У нас Тео на длине. Максимус. Не перестреливается. Но пока эта перестрелка не профитна. Ни для одного. Ни для второго. И никакого результата из нее пока не выносят. Ребята. Ну под альфу у нас вроде как есть акцент. От команды Респект. Это Тушкан вместе с Олегом Канонином. Но Олег уже смещается ближе к коробу. И здесь Тушкан все-таки набирает преимущество для себя. Забирает Скайлэйк. И при этом не потерял ни одного хп. А вот у жесткого очень и очень жесткая действительно позиция. И сейчас нужно ему как-то здесь не спалиться. Тео по-прежнему на длине. Зишка чекает поджим с четырех. Ну и вот Максимус забирает как раз-таки. Ой-ой-ой-ой-ой. Саша. Саша. Что ты делаешь? Пошел наш ИФ. И это трипл килл от Сашки. И Тушкана. И возможно мы увидим Эйс в этом раунде. Так. Ну что? Зишка также уже в альфе. Ну вот она снова легендарный звено в действии. Правда пока что Олег остается кочевать. Но Саня уже здесь. Ой. Опять что-то мышку наверное повело. Александра как-то он смотрел и даже толком не двигал. Маус падом своим. Ну что же. Гуэра вместе с Максимусом попробует забрать этот раунд. Зишка минусует первого. И остается Максимус один. Полетел АХЕ. Ба-бам. И Зишка все-таки забирает этот раунд. О чем я и говорил. Ну что? Восемь. Четыре. Респекты. Имеют двойное преимущество в раундах. Молодцы ребята. Ну что ж. Остается последнее право на ошибку. У коллектива Эмбарго. Сейчас ни в коем случае нельзя оступаться. Иначе уже перейдем к маппоинтам. Для коллектива Респект. Здесь Опи на четверке накаляет ситуацию под коробом. Там у нас находится жесткий от Кихае на банан у нас производится. Точнее с банана. На пятерку прошу прощения. У нас производится. Ну и собственно пока что вектор атаки от коллектива Респект. Это Альфа. Там у нас работает один Скайлейк. Лосс и Тушкан начинают накалять ситуацию через Трит. Опи также нашивает у нас четверкий короб. От Лосса есть минус по Скайлейку. Ну и собственно заход в Альфу уже имеется. Но здесь Гуэро подлетает на пятак. Минусует Лосса. Но Тушкан моментальную пачку ставит по своему сопернику. Жесткий будет работать через короб. Здесь Опи на приеме. Есть минус все-таки от жесткого. Отлично. Установка плента уже производится. Здесь Тушкан ставит пачку. Ну и собственно. Точнее фугас. Прошу прощения. Что-то меня не туда уводит. Под конец этой карты. Но посмотрим. Что же тут Зишка. Не-не-не. Зишка принимает решение. То что на четверке перестреливается. Это дело дрянь. И моментально отстегивает свой вектор внимания по центральное кафе. Принимает решение дожать. Все-таки сейчас банан. Но здесь просто одного за другим ребята уничтожают. И прорывается на позиции плента в соответствии. Еще один раунд в копилке коллектива Эмбарго. Так. Ну и 8-5. Есть небольшой камбэк от этих парней. Ну и надеюсь, что сейчас мы увидим дальнейший все-таки камбэк. Хочется посмотреть больше раундов на этой карте. И сейчас Эмбарго должны на плюс морали забирать и следующий. Лос там пытается зайти под стрит. Но Скайлэйк ему откидывает уже хаешку. Тем самым его приостановив немножко. А вот Тео ловит здесь жесткого на банане. И кто же кого здесь перестреляет. Тео все-таки сильнее жесткого оказывается. Несмотря на то, что у жесткого были ОАшки в руках. Все-таки Тео смог здесь совладать со своим АИМ. Пошли хаешки с пятерки. Точнее на пятерку. Лос уже залетает в короб. Сишка с питона. Забирает Гуэра. Зи. Ой-ой-ой-ой-ой. Олег. Олег. Что ты делаешь, Олежа? Остановись. Лос забирает Максимуса в доме. Ну и Тушкан также добривает Джерси. Это 9, 5 и 4 маппоинта в исполнении Респект Пассаж. Начало миссии. Ну что ж, остается последний раунд, который отделяет коллектив Респект от победы на первой карте уже над своими соперниками Эмбарго. Но посмотрим, смог ли парни сейчас его сразу же забрать или же все-таки коллектив Эмбарго продолжит свое сопротивление. Тео дропается у нас на позиции Банана. Будет работать сейчас по коробке, а там у нас жесткий. Нет, все-таки принимается решение вернуться на позицию четверки. Поджим БК у нас производит коллектив Эмбарго. Но здесь Лос увольняет Максимуса и Опи отключает из этого раунда Джерси. И потихоньку начинает провисать позиции Бетты. Это прекрасно понимают ребята из коллектива Эмбарго. Пошла перетяжка уже в дом, но здесь Гуэру на агрессии принимает лонг. Есть минус полосу, но Опи моментально отправляет своего соперника в таверну. Жесткий на агрессии попытается отыграть сейчас Дигу. У него это получается минус УЗ-шку. Дабл килл серьезно, как Тео не добрал своего соперника? Просто огромный вопрос. Но Тушкан уже находится на позициях Плэнта. Также Опи на подхвате на второй линии. Ну и собственно установка Плэнта уже должна производиться. Да, Тушкан ставит Плэнт. Ну и собственно Жесткий принимает решение уходить на позиции длинные. И Скайлэйк продолжит работать через Зигу. Но посмотрим, чем же это все обернется. Скорее всего Скайлэйк будет ждать, пока Жесткий будет отвлекать внимание. Да, именно так и происходит. Но Тушкан уже зачетил своего соперника. Но лучше бы он этого не делал. Просто Скайлэйк вылетает, оформляет дабл килл. Ну и собственно продолжает ребята из коллектива Эмбарго бороться за то, чтобы довести до дополнительных раундов данную карту. Ну в принципе, счет уже более-менее неплохой. Да, если даже 10-6 сейчас выиграют респект. Это уже 6 раундов за Эмбарго. Это похоже, я так понимаю, что у нас плотные середнячки так будут этого сезона. А в следующем сезоне уже возможно парни будут бороться за призовые места. Опи забирает сразу же на Аркадию Гуэру. У нас выход под коробку или под шорт. Под шорт хотят все-таки выйти парни. А вот жесткий уже аркадит позицию в коробке. Или же нет? Нет, все-таки пока не решается на Аркаду. А вот Опи очень агрессивно настроен. И уже хочет вылетать на Б-плэнт. И видит уже на своем родаре Джерсию. И вот лос, кстати, забирает жесткого. Вот это не самый приятный минус для команды. Но, не знаю, посмотрим. Давайте затушканом на длине. Посмотрим, как он врывается и забирает Максимуса неплохо. И здесь выход на шорт моментальный от Эо и компании. И здесь все-таки должны погибать. Да, и последний игрок, это Скайлэйк, остается. За ним, конечно же, посмотрим. Но недолго мы за ним смотрели. Это 10-6. И первая карта улетает за Респект Пассаж. Очень жестко. В принципе, карта получилась довольно динамичной. Она не была муторной. Она была действительно интересной и богата на свои моменты. Так, ну, тем не менее, тем не менее, 10-6. 10-6. И кто же у нас вырывает ставки? Так, 10-6. 10-6. Даниил Йонг вконтакте. 10-6 поставил на Респекта. Ну и следуем на... Легендариус. Да, Легендариус забирает с собой донат. Ну что ж, парни. Сейчас я отпишу вам ваши коды в личные сообщения. И мы переходим на карту Люксвиль. В противостоянии коллективов Респект против Эмбарго. На живой раунд сейчас у нас будет проходить. Ну что ж, огромный вопрос. Кто кого сейчас? Раз, два, три. Да, давай, раз, два, три. Я буду стартовать ставочки. Давай, раз, два, три. Камень. Еее. Так, ну, первый раунд будет за мной. Ну а пока ножи. У нас, да, пока Максим делает ставочки. Составов команд, в принципе, все тот же. Он не изменился. Замен никаких не будет у нас. И ножевой раунд на длине. На длине длинятся парни. Режут, режут наковальню. Дра-та-та-та-та-та. Зишка один остается. Но здесь Эмбарго, я думаю, все-таки выберут в сторону обороны. Выиграют они эти ножи. И я думаю, мы можем сменить. А хотя все и так остается. Респект за атаку. Эмбарго в обороне. Но респект в атаке, кстати, тоже крайне хороши. И это они неоднократно доказывали. Соответственно, здесь мы должны увидеть очень хорошую атаку в их исполнении. Но Эмбарго должны как-то стараться сдерживать натиск своих соотечественников, своих соперников. Ну, будем смотреть. Будем смотреть, смотреть текст. Так, ребят, у кого есть какие-либо фризы на прямой трансляции ВКонтакте, под окном трансляции имеется описание. И там находится ссылочка на Twitch. Если туго идет трансляция ВКонтакте, как-то подвисает. Переходим на Twitch. Ребят, там, в принципе, все идет гладенько, без всяких проблем. Но здесь, в принципе, особо жалоб на лаги нет. Но в личку мне вот залетело пару вопросов. Что такое, где лаги, что куда, почему. Но, ребят, на Twitch переходим в общей сумме. Да, переходим на Twitch. Не стесняемся. Здесь также у нас очень много народу. Ну что же. Респект, пассаж против эмбарго. Карта Люксвилли мы начинаем. Ну что, респекты. Куда же двинуться? Это два длина Тео Тушкан. И здесь Скайлэйку придется, ой, как не сладко. Сейчас Тушкан уже начинает нашивать по своему оппоненту. И Скайлэйк здесь пока что держится молодцом. Лосс получает демиджи себе на... А, это прокид на две тумбы был. Лосс 15 хп у него остается. Ну, супер, супер, конечно же. Дефолтные прокиды сейчас бы не чекать. Был бы вообще замечательно. Так, ну что. Лосс получает сразу же по голове от Джерси. Гуэра забирает на выходе нижнюю оппи. И Скайлэйк по-прежнему здесь на длине чекает Александра Карпачева. Жестко его разменивает. Тушкан падает вместе с Тео. Ну и Зибон. Зибонище. Один в пять. Соточка на здоровье. В добрый путь, Олег. Пока. Пока, Олежка. Недолго тебе осталось. Ну и, кстати, если Максимус сделает минус, то это прям Dream Team будет у команды Embargo. Сделают по одному минусу. Ну и да, Максимуса все-таки хотят. Хотят, чтобы Максимус сделал этот минус. Получится ли у него или нет, я пока не знаю. Кстати, стоят все прям очень пассивно. И такие, Максимус! И тут Джерси не, братан, сорян. Я заберу этот фраг себе. Но, тем не менее, 1-0. Embargo повели. Хорошее для них начало. Да, довольно неплохо сейчас парни отыгрывают у нас в обороне. Но и сложно начинается атака для коллектива Респект. Тушкан будут работать через позиции длины. Уже нашивают потихоньку у нас мидл. Но от Скайлэйка вылетает просто пачка по Тео в считанные секунды. И Тушкан продолжает ту же самую ошибку за своим тиммейтом. И Скайлэйк уже оформляет даблкил для своей команды. Довольно-таки неплохо. Респекты остаются втроем против пятерых бойцов коллектива. Embargo. Лос на агрессии попытается отыграть сейчас на тройке. Но Максимус просто С5 отправляет в полет Лоса. Зишка чекает сейчас нижнюю тумбу. Опин агрессии дропается на данную позицию. Но Гуэра спокойно отправляет его отдыхать. Зишка на семерке чекает НТ. Там Гуэра 46 хп. Максимус также спалил свое местоположение. Но тут просто в два тела на семерке зажимают Зишку. Ну и собственно это уже второй раунд в копилке коллектива Embargo. Ну и сейчас для Респектов встает вопрос. Могут ли они все-таки здесь забрать на третьем раунде хотя бы один раундик для себя. Потому что такого начала я немножко не ожидал все-таки. Как бы не звучало, но выглядит это немножко пассивно. От команды Респект. Обычно мы привыкли за ними наблюдать динамичные фраги сразу же в начало раунда. А сейчас этого нет. У Тео это уже на ковре проходит. Но все-таки благо Максимус смотрел эту позицию. Максимус забирает еще и Лосса. Ну как же так происходит. Все, команда Респект. Что-то не слажено. Полетели прокиды на верхнюю тумбу. И кстати здесь Максимус может у нас слечь. Да, так и есть. Максимус погибает. Ну и заход на тройку. Будет ли или нет? Зишка готов уже. Также подтягивается ОПе к нему. Гуэра на нижней тумбе. Но это походу дроб. Да, это дроб. И Зишка не сделал минуса. И по-прежнему попытка выхода в тройку. И у ОПе, кстати, это получается. ОПе включается в самый нужный момент. Наконец-то пошли фраги. Жесткий прыгает на длину. Забирает тушка на 35 хп. У Саши остается. Ой, у Саши. У Жесткого остается. И проход уже через ковры. Вальфу есть от ОПе. И вот Гуэра здесь погибает походу. Да. Трипл килл от ОПе. ОПе пошел за четвертым минусом. Ну что, дайте ОПе эйс. Дайте ОПе эйс. Или же все-таки ОПе потом вас порвет. Смотри, если сейчас не дадут ОПе эйс, я думаю, ОПе потом разозлится и сделает вообще там что-то невероятное с командой эмбарго. Есть выход под Альфу. Сейчас Зишка чекает выход с меда. И... Скайлайк, зря ты это затеял. Ой, зря ты это затеял. 2-1. Респекты. Отыграется один раунд. И теперь в большой опасности эмбарго. Ну что ж, давайте посмотрим на ОПе, как эта машина для убийств начнет крашить своих соперников. Пошла уже работа на две тумбы, но опять же агрессивных действий от коллектива эмбарго у нас не наблюдается. Заминировали позиции тройки и спокойно занимает свои точки. Но здесь опять же агрессии не наблюдается от коллектива. Респект. Прокиды пошли на нижнюю тумбу, но все безрезультатно. Лост чекает семерку, опять же никого не находит. И Тео с Тушканом начинает работать через длину. Уже спалили местоположение жесткого. Также есть информация по Скайлэйку, по нему забрасывается демош. 73 хп остается. Ну и пока что коллектив Респект на длине особо не торопится. Ждут, когда пойдет же работа на тройку. А вот здесь лост на агрессии уже вылетает на верхнюю тумбу. Минусует джерфи. Также Тушкан ставит пачку по жесткому. Пошла работа на верхнюю. Максимус минусует лоса, но моментально поплатился за это дело. ОПе его минусует. И Тушкан оформляет даблкил. Гуэра на нижней тумбе. Отсекает ОПе с этого раунда. Неплохо. 61 хп остается. Но здесь уже зачекали Гуэра. Есть информация, где он находится. И уходит стремительно, ребята, на позиции беты. Но Тушкан... Нет, не Тушкан. Прошу прощения. Тео дропается у нас на нижнюю. И спокойно отключает своего соперника. Ну что ж, 2-2. А я говорил. А я говорил, не надо злить ОПе. Дайте ему эйс. Так у вас было бы больше шансов выиграть эту карту. Но Тушкан агрессивный выход на длину. За это и страдает от Скайлэйка. Ну, Скайлэйк, кстати, в этой встрече действительно создает очень приятное впечатление как об Аймире. Возможно, это, кстати, действительно главный Аймир у команды. Эмбарго на карте деловой центр. Он также себя демонстрировал с наилучшей стороны. И сейчас даблкил от него на длине. Ну и... Что-то у Тео не заходит. 1-4 Тео. 1-4 Лос. 1-2 Ази. И только у ОПе 5-4 идет у нас. Все хорошо у ОПе. Лос, наконец-то, для себя дебютный фраг делает в этом матче за 5 раундов. И статистика, конечно, пока действительно удручает. Но, тем не менее, возможно, даблкил мы сейчас увидим. Или же нет. То есть флешечка не вовремя для Лоса залетела. Но все-таки живет. Хилится пока что. Максимус отходит все-таки. В сейврум у нас. И сейчас... Вдвоем уже на тройку хотят выйти парни из коллектива Респект. Но... Скай Лейк должен здесь... То есть дроп на нижнюю. Неплохо. ОПе забирает своих оппонентов. И Зишка остается здесь в спине. Ну и с семерки попытался сделать минус. Но Лос хорошо разбирается с игроком на верхней тумбе. И позволяет, кстати, Лосу занять бету. Что-то не совсем правильно. Ну а Зишку, я думаю, здесь просто будут... Выкуривать. Скорее всего, жесткий один на один с ним остается. Тут, ну, Максимус все-таки идет его так же выжимать. Ну и на нож, на нож берут. Но Олега просто так на нож не возьмешь. И Лос очень-очень агрессивную позицию занимает. И Максимус вряд ли эту позицию прочекает. Потому что Лос это Лос. Да ладно, в спину Лос не попадает. Но все-таки последним патроном забрал. Это третий раунд за респект. Максимус вряд ли начекает эту позицию. У нас прекращается. Только Зишка нашивает в семерки. Но, опять же, уже прекращает это дело. Ну что ж, верхняя тумба у нас уже под контролем коллектива Респект. Жесткий также минусует Тушкана. Лос и Зишка потихоньку должны уже проходить позиции тройки. Ну и, собственно, куда пойдут сейчас парни? Будут ли жать дальше Альфу или передвигаться на позиции Беты? Бету обороняет у нас Максимус. Жесткий, а на агрессии играет. Спокойно минусует уже на меду своего соперника. 42 хп у него остается. И продолжает отыгрывать от косого. Двое игроков коллектива Респект находятся у нас на восьмерке. Тео 68% здоровья. Зишка 36%. Ну и посмотрим, смогут ли зайти сейчас на позиции Беты. Здесь Максимус играет очень агрессивно. Ну и, скорее всего, по нему посла. Информация, да, Тео вылетает на префайре. Но не удается минусунуть Максимуса. И Максимус оформляет даблкил в свою копилку. Ну что ж, паритет в счете вновь восстановлен. Это 3-3. Ребят, ну anyway, я думаю, вы уже со мной согласны, что эта карта, как и предыдущая, достойна аплодисментов, пусть и виртуальных, да, потому что как бы... Ну, хотя каждый может возле монитора сейчас посидеть так вот похлопать, да, потому что парни действительно дарят нам море экшена, море позитива и действительно красивые моменты. Снова у нас прессуют на длине бедных ребят. Это Тео и Тушкан. Ну, Тео здесь, скорее всего, погибнет уже. Да, Тео вместе с Тушканом вдвоем даже погибают. Заход на тройку от Олега, и он, кстати, последний. И Скайлейк его моментально забирает. Забирает этот четвертый раунд для Эмбарго. Ну, кстати, если заберут шестерку, то и на смене сторон. Можно даже попытаться побороться. Ну, мне кажется, здесь коллектив Респект не позволит просто взять шесть раундов коллективу Эмбарго. Ну и, собственно, первая половина, на мой взгляд, закончится со счетом 5-4 в пользу коллектива Эмбарго. Но посмотрим, может быть, и Респекты сейчас у нас включат просто машины для убийств. Ну и, собственно, начнут уничтожать своих соперников. Сами заберут первую половину. Есть работа на семерке, но пока что никаких агрессивных действий на нижнюю тумбу у нас не производится. А вот Тео на агрессии полетел уже на верхнюю, зачехал Джерси, но здесь Сишки взлетают на воздух безрезультатно. Ребята продолжают жать своих соперников. Максимус минусует Тео, но здесь на тройке находятся двое бойцов коллектива Респект. Зишка минус Хаешки по Максимусу. Ну и, собственно, Гуэра принимает нижнюю тумбу, минусует там Тушкана, Зишка и Лос. Продолжает работу под тройкой. Лос 1% здоровья моментально отлетает от Джерси. Опи, тем временем, минусует своего соперника на нижней тумбе. И пока что позиция 2 в 3. В принципе, играбельно, но здесь Джерси отключает Опи и Зишка остается в соло. 74% здоровья. Передвигается на восьмерку, но здесь жесткий также на всех парах несется на эту точку. Зишка на агрессии вылетает, но жесткого перестрелять не удается. Ну что ж, 5-3 за коллективом Эмбарго и последний раунд первой половины. Ну что, какой этот раунд выйдет для обеих команд, будет действительно интересно. А вот Гуэра, я уж думал, все пойдет сейчас прожимать. И думал, все-таки осмелели у нас парни из коллектива Эмбарго. Но пока все довольно непонятно. Скайлейк на длине, возможно, погибнет сейчас. Но нет, делает минус, но размена Тео также не заставляет себя долго ждать. 4 в 4. Ну и когда же в итоге вектор атаки будет направлен от команды Респекта, Тео пока что пассивно по длину отыгрывает. В попытке найти какой-либо минус жесткий, теперь размещают позицию у Скайлейка. У Скайлейка, кстати, 10 фрагов. Он пока что на карте MVP на первой половине. Ну и вот Тео сейчас, кстати, мог неплохо штрафануть жесткого. Ну и по хп я немножко жесткий просел. Лосс у нас отыгрывает с нижней тумбы, и там жесткий ему уже хилпует с девятки. И вот сейчас лосс как раз-таки и наказывает. Очень безобразно сейчас играл жесткий. Ну и Джерси смещается на мидл, ну и помогает своему тиммейту здесь на нижней тумбе. Гуэра также... Ой-ой-ой, как не забирает-то лосс. И вот Тео выходит в не самый удобный момент для команды Эмбарго. Ну и Зишка в плейнте здесь будет бороться с Гуэра. Но Джерси также вылетает. Ну и Зишка, Зишка, Зишка! 19 хп остается у него. И все-таки Максимус такой просто десантура, десантура сзади Зишки вылетает. И это 6-3 за команды Эмбарго. Здесь немножко неожиданный поворот событий. Недооценил я коллектив Эмбарго. Я все-таки думал, что будет 5-4, но парни молодцы. Просто собрались и 6-3 на первой половине это дорогого стоит. Но сейчас у нас смена сторон и обороняться на этот раз будут респекты. И вот сейчас я крайне не завидую коллективу Эмбарго. Но опять же посмотрим. Я точно так же говорил на первой половине то, что ну 5-4, 6-3 не будет. Или там как бы респекты будут задавать жару. Но что у нас в итоге? Это 6-3 за коллективом Эмбарго. Так что пока что исход данной карты предсказать крайне сложно. Ну и собственно давайте посмотрим за обороной коллектива Респект. На этой карте они отыграют действительно очень и очень эффективно. Но что нам заготовили Эмбарго? Опять же остается вопросом для нас. Прогружаемся на позиции Планета. Да, на позиции Планета прогружаемся, ребят. Полетели, короче, мы катаем. Ну ладно, прогружаемся на позиции Люксвилля. И уже заминировали у нас ребята из коллектива Респект позиции Косова. Но посмотрим. Жесткий работает под двумя тумбами. Максимус в зеленке сидит. Гуэра тут же носится. И Опи готовит ответный прокид на ковш. Но посмотрим. Хаешки полетели на ковре. Опи благополучно их минует. Зишка работает под тройкой. Прокид на позиции ковша пошел. Но безрезультатно пока что все это проходит. И опять же атака у коллектива Эмбарго крайне пассивная. Но здесь лосс просто наказывая своих соперников на позициях длины. Моментально минусует двоих бойцов коллектива Эмбарго. Ну что ж, Эмбарго остается втроем против пятерых бойцов коллектива Респект. И нужно срочно прессить уже какую-либо из точек. Но от Максимуса уже залетает минус по ТО. Отлично. И робкие движения проходят у нас на ковше. Опять же агрессии не наблюдаем от Эмбарго. Парни боятся оступиться. Ну вот пошла работа уже на кож. И здесь жесткий ловит по себе дэмэдж. Но Максимус спокойно сувит своего тиммейта. Минусует Опи. И лосс. Ай-яй-яй. Какая пачка просто с лупки вылетает. Ну и собственно Зишка уже подлетает на позиции ковра. И будет помогать своему тиммейту. Гуэро остается под тройкой в руках у А-93. Здесь лосс 5 хп. Зишка стягивается с позиции ковра. Но собственно есть уже информация у лосса. Попытался на префаре как-то забрать. Но нет. Гуэро оказался резвее. Есть минус. И Тушкан уже под бетой. Готовится принимать своего соперника. Но Гуэро дропается на ковры. И уходит под девятку. Но посмотрим что из этого выйдет. 100% здоровья засветится или нет. Нет. Все-таки принимает решение возвращаться на альфу. Не будет даже чекать бетту. Но собственно это правильно. Зишка. Чекает 9. Тушкан восьмерку. Но плент уже установлен. Зишка взлетает на воздух. Безрезультатно. Но Гуэро принимает решение закрыться сейчас в коробке. В руках у А-93 парные. Довольно таки имбовый девайс. Нет. Уже вылетает на агрессию. Пытался нашли сейчас девятку. Но там Зишка. Отпускает Гуэро на мидл. Ну и собственно Тушкан будет дефить. А вот Зишка не подпустит скорее всего своего соперника к тиммейту. Но здесь есть минус от Гуэро. Минусует Зишку. И Тушкана также разбирает отличный раунд от коллектива Эмбарго. Я немножко в шоке. Они забирают этот раунд? Как они забирают этот раунд? Похоже мы увидим третью карту. Третья карта будет НП. Напоминаю вам ребята. И НПшка это действительно крайне жесткий выбор от обеих команд. И здесь Скайлейк начинает нашивать полосу. И кстати оба не попали еще ни по одной пуле. И пока здесь они перестреливались. Джерси вместе с Максимусом оформляет минус А. Ну и в меньшинстве теперь команда. Респект. Ну что в 8-3? В 8-3 из Зичанской едем на третью карту НПшечка. Все-таки как я и говорил. Эмбарго должны здесь показывать нам борьбу. Что соответственно мы и наблюдаем. И походу как по предикшенам так и будет по факту. Это 2-1. Но опять же все-таки ладно. Рано еще немножко говорить. У нас последний остается Тушкан на девятке. Ну и конечно же в Альфу все-таки. Эмбарго пойдут до конца. Тушкан остается на бете. Ну и конечно же нужно что-то здесь предпринимать Александру. Ба-бам. Нет, никого не взрывает абсолютно. Сишка Александра. И сейчас у него большие проблемы. Потому что по нему есть уже информация. Но на питон это уже совсем неуважительно. Как-то сейчас было. Но тем не менее. Тем не менее. Восьмерочка залетает в копилку Эмбарго. 8-3. Как я и говорил, то что от ребят из коллектива Эмбарго на смене сторон я уже просто не знаю чего ожидать. Я крайне был уверен в том, что респекты будут отыгрывать сейчас в обороне крайне жестко. Никаких фейлов, никаких поджимов. Просто не будут запускать даже к тройке своих соперников. Но что мы наблюдаем? Сейчас коллектив Эмбарго доминирует. Причем очень уверенно. Уже 8 раундов в их активе. Но посмотрим, что же будет у нас далее. Пока что Тео работает у нас под верхней тумбой. Дишко у него на подхвате. Опи также находится на коврах. Тео перетягивается на нижнюю. Опи Хая забрасывается на жесткого. И Джерси 19% здоровья остается. Скайлейк пытается на нижней тумбе отыграть на агрессии. Но там как раз таки сейчас находится Тео с Тушканом на подхвате с девятки. И Лос принимает решение прожать сейчас позиции длины. Но посмотрим, будет ли это оправдано. Максимус нашивает нижнюю тумбу. Пошла работа под тройку. От Кит Хая производится. Здесь Опи в упоре будет принимать Суа 93. Гуэра дропается на нижнюю. Тео на приеме. Есть Хаешки, есть Сишки. Ну и, собственно, Лос минусует Сишки Джерси. Гуэра минусует Тео. А здесь и Лос подоспел в спину. Даблкилл в его исполнении. Ну и, собственно, наконец-то пошли ответные раунды от коллектива Респект. 8-4. Так, ну что, в принципе, хороший раунд от команды Респект. Но, опять же, Лос 7-2. 2-2. Опи 1-3. Тео. Ну и Тушкан с Олегом пока что за три раунда не сделали. Ровным счетом нету фрага. Лос просто unstoppable. Уже 8 фрагов. Ну и, кстати, вот Гуэра только его пока что догоняет. А вот Скайлайк у команды Эмбарго что-то качует пока что на якорьке, на дне. Немножко у своей команды. Один фраг в его активе. Но на первой половине настрелялся. Можно немножко отдохнуть. Да, теперь простор для своих тиммейтов. Возможность попасть в хайлайт какой-нибудь. Лос по-прежнему чекает длину. Никого он, кстати, там не находит. И это, опять же, знак для команды Респект, что парни длины у нас больше не будет. Акцентируйте свое внимание на нижней тумбе-тройке. Ну, на самом деле, просто Респект нам сейчас нужно пассивно играть одного с плента и одного с девятки. Ой, какая... Прям под ноги залетела ХАЕшка Лосу. Ну, прям неожиданно, честно говоря. Прям вот за Лосом смотрел. Он бежал, бежал. И она просто, знаешь, как камень такая плюхнулась прям под ноги. И там уже просто Лос встал. И понимать, что никуда уже ему не уйти. Так, ну что, попытка захода на верхнюю тумбу сейчас от команды Эмбарго. Или же все-таки будет Десантура у нас. И, кстати, вот по длине Гуэра у нас будет проходить. И, скорее всего, значит, это тройка. С плитом с верхней тумбой. Ну, опять же, опять же. Можно зайти и тройку, можно сплитануть и нижнюю. Пока все крайне непонятно. Тут Максимус на нижнюю тумбу почти неудачно вышел. Но все-таки здесь вовремя зашел за текстурку. Тушка начинает нашивать с 9. 55 хп ему уже оставляет. Жесткий забирает Олега Кановнина. Но Опи делает моментальный размен. Но там уже проглядели, проглядели. Бедного парня Гуэра, которого недооценивали. А теперь он играет 8-1. И Опи остается как раз-таки 1 в 2. Гуэра побежит на бету. Но дело Максимуса это просто сейвится. Ну и 18 хп уже у Лоса остается. И Максимус просто по максимуму тянет время для своей команды. Да и более того, он забирает этот раунд. Вот это 9-4 и целых 5 маппоинтов на команды Эмбарго. Вот это действительно неожиданный поворот событий. 1-1 по картам, ребят. Вот так вот. Потихоньку да помаленьку. Начинает уже дожимать Эмбарго своих соперников. Я не знаю, здесь с Респектом крайне сложно уже будет выводить ситуацию. Ну 9-4, 5 маппоинтов. Я не знаю, очень жестко сейчас Эмбарго отыгрывает у нас в атаке. И опять же от жесткого залетает уже Хаешка. Минус позишки. И коллектив Респект начинает отыгрывать в меньшинстве. Но если же все-таки Респекты доведут до дополнительных раундов, я буду аплодировать этим парнем стоя. Но посмотрим, посмотрим. Смогут ли они это сделать. Тушкан 100% здоровья, обороняет позиции длины. Но оттуда перетягиваются бойцы коллектива Эмбарго. И принимает решение работать уже на Кош. Также от Кит Хае производится уже на позиции нижней тумбы. Жесткий заливается на позиции тройки. Максимус на агрессии попытался отыграть. А здесь Сишка Атео. Ой, какая коварная. Есть минус по Максимусу. Опи на агрессии отыгрывает тройку. Но Гой Ромоментально его отправляет в таверну. Но и продолжается работа на верхнюю тумбу. Лос и Тушкан будут оборонять позиции Альфы. Ну и здесь Скайлэйк ставит пачку по Телу. Тушкан что творит? Маскил в Сишке просто на изи. Тушкан также добревает жесткого. Остается 1 на 1 против Гуэро, у которого 18% здоровья. Но Тушкан тоже особо танком не выглядит со своими 30 хп. Но посмотрим. Услышал, услышал передвижение Гойро на позиции БТ. И потихоньку будет через девятку атаковать уже данную позицию. Но Гуэро шугает своего соперника. Пока что не дает шансов выйти. Ну и собственно минусует его. И эта карта отлетает в копилку коллектива Эмбарго. Так, ну что, 10-4. Алло, 10-4 Эмбарго выигрывает у Респект. Ёшкин, ты налево. Как это вообще возможно? Ну, нет. Я ни в коем случае не хочу обидеть команду Эмбарго. Но настолько крушительный счет на карте Люксфильд. Респектов я вообще никак не подразумевал. Так, ну в итоге, что у нас там по ставкам-то? 10-4 Респект. 10-4 Респект. Вконтакте нету. Вконтакте, да. Вконтакте нету. Вот на Твиче у нас... Опять же, все ставили на Респектов. Да, ну и на Эмбарго тоже было пару ставочек, но точной ставки такой никто точно не ожидал. Поэтому у нас рандомно улетают коды. Так, ну что, ножи пока. Так, а пока идут ножи. Отправляю вам код в чат без последней цифры. Ну и, собственно, стартуем ставочки на третью карту. Так, да, ну что, третья карта будет у нас наблюдательный пост, который также будет не менее интересный. И сейчас действительно какой-то аншлаг прям творится. Да и на стримчике много народа. У нас, я видел, даже 101 человек было сегодня. Ну и что же? Ну и что же, что же, что же? Команда Эмбарго сможет ли в этой встрече нас удивить? И, возможно, все-таки матч с командой Falcon G был для них каким-то... Просто, наверное, не их день был, опять же. Но здесь респекты. Забирают ножевой раунд и, понятное дело, заберут себе сторону обороны. На карте наблюдательный пост. И будем за этим смотреть. Смотреть, смотреть, смотреть. Ну что? Так, ну что, раз, два, три. Давай. Давай, раз, два, три. Камень. Ножницы. Йоу. Да ну что, у тебя сегодня весь день камень, да камень. Я жду чего-то другого, а оно камень, не камень. В предыдущем раунде зато тебе это помогло выиграть. Ну, такое дело. Ладно. Максимка, я сейчас отойду на три минутки, подменишь. Да, без проблем, без проблем. Эмбарго у нас пока что вылетает на перезаход. Скорее всего, видео занимает довольно-таки большое количество памяти. Ну и давайте, ребят, даю вам буквально минутку на то, чтобы сделать ставки. И потихоньку, да помаленьку, будем закрывать ставочки. Также, ребят, я видел в чате то, что уже кто-то пытается угадать слово и пишет. А я знаю слово, ребят, давайте, давайте, вот так вот. Нет, парни, не надо так делать. Если в чате пролетело чье-то слово, ну, точнее, кто-то считает то, что это, допустим, фугас, да, я вот зачекал в твиче, то повторять за ним не нужно. Подумайте сами, что может происходить, какое слово и так далее и тому подобное. Потому что точного ответа от меня еще тоже не было и буквы далеко не все уже были написаны в чате твича и контакта. Так что, ребят, я вот посмотрел сейчас форму ответов, просто все начали флудить. Фугас, 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 ну там фугас. А я вот сейчас возьму вас и огорчу. Нет, не фугас. Не фугас. Так что, сидим, ждем. Ну и, собственно, посмотрим, кто же у нас выиграет. Я только два правильных слова зачекал, кто угадал. Но там смотрите сами потихоньку, да помаленечку. У вас есть еще варианты отгадать слово. Также напоминаю правило, то что победителями будут считаться первые пять бойцов, которые угадают слово. Остальные, кто угадали после пяти, ну уже, ребят, к сожалению, вы не успели. Надо было чуточку резвее. И донат десятидневный. И Ауги, и Читаки, и СК-2010 имеется, голдовская у нас в наличии. То есть, все это вы можете урвать себе на 10 дней. И также напоминаю то, что за три ставки к ряду у нас на Стримчанском мы сверху даем еще доната на 10 дней. Так что, парни и девчонки, давайте потихоньку собрались и готовим предикшены. Так, ставочки я закрываю. Так, ставочки закрыты. Вот так вот. Ну и, собственно, ребят, также напоминаю то, что сейчас у нас на арене проводится помимо легендарного дивизиона, элитного. Также готовимся к боевому. Набираем очки рейтинга. И набрать их, ну не то, что изи, но придется немножко попыхтеть на боевых буднях и так далее и тому подобное. То есть, все рядовые наши турниры, которые проводятся на арене 4GAME. Ребят, заходим, собираем команду, регистрируемся, просто топим до последнего. И выходим уже на дивизионы. Ну и, собственно, там посмотрим, что вас будет ждать. Ну вот сейчас регистрации открыты на боевые будни на данный момент. Также в скором времени у нас ожидается там дредноут. Это для любителей доната, кто любит просто в фуллдоне 132 маски плюс 4 полетать, погасить своих соперников, то, пожалуйста, регистрируемся на этот турнирчик. Также для новичков имеется рекрут, если кто-то не уверен в своих силах с самого начала. Так что, ребят, все для вас. Просто заходим, топим до последнего. Громчик, зеленей. Обзор третий. Заключительная карта Эмбарго против Респект. Максим, вам слово. Да, спасибо, Герман. Наблюдательный пост. Ну что же, кто кого? Огромный, огромный вопрос. Сейчас Эмбарго показали, что они действительно готовы к своим соперникам и будут рвать до последнего, чтобы выйти победителями с данной встречи. Но давайте посмотрим, как Респекты будут работать сейчас в обороне. Зишка уже принимает решение агрессивной игры. Поджимает у нас позиции Плэнта Эмбарго. Плэнта Эмбарго, да. Именно спауна Эмбарго. Ну и, собственно, отлетает моментально. Тео также на подхвате. Есть минус. Тушкан на агрессии попытается отыграть, но Гуэро его отключает моментально. Ну что ж, Офи потихоньку, да помаленьку обороняется под бетой. Но здесь Скайлайк также находит минус по Тео. И через рекламу ребята заливаются на офис. Заход в Альфу уже имеется. И Лот попытается отыграть на агрессии, но здесь с воды. Жесткий нашивает своего соперника. Ай-яй-яй, Лот, зачем вернулся? Непонятно. Также жесткий ставит пачку по Офи. Ну и, собственно, первый раунд в копилке коллектива Эмбарго. Вот так снова неожиданный поворот. И сейчас Респектам впору задуматься. Ребята, пора браться за голову. Мы немножко недооценили наших соперников. Поэтому, парни, если что, нам уже напихали свинца в одно место на второй карте Люксфель. Давайте-ка мы соберемся чуть-чуть и хотя бы 3 очка все-таки заберем. Жесткий играет под водой. И Скайлейк забирает на медлевую опи. Тушкан теперь с Тео на этих позициях. Тушкан делает размен, но моментально Агуэра тоже. Тушкан также убивает. Тео здесь. Ой-ой-ой, хорошая пачка по Агуэра. Жесткий, кстати, с воды теперь вновь у нас отыгрывает. Сишка на офисах Альфы. Максимус. Так, заметил его Тео. Ну и обменялись друг с другом дымами. И сейчас очень важный момент для команды. И Респект забрать все-таки первый раунд в обороне. Потому что здесь жесткий. Жесткий на воде. И это, так скажем, немножко неожиданно, я думаю, для команды Респект. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Лос забирает с бета на воде у нас товарища жесткого. Очень долго там именно на этой позиции прохлаждался молодой человек. И сейчас Лос, конечно, добывает еще информацию по Максимусу. Тео не смотрит сейчас позицию выхода в бету. И сейчас его Максимус за это, кстати, и наказать-то может. Но все-таки у Максимуса 55 хп. Зишка совершает самоубийство. Мой Ма-бой. Зови меня с собой. Тео забирает все-таки наконец-таки Максимуса. Опять же, тяжелый раунд для команды Респект. И только сейчас сравнивают счет. 1-1. Так, ну что ж, паритет в счете восстановлен. Но как же будут далее действовать у нас коллектив Эмбарго? Огромный вопрос. Действительно, очень агрессивно парни чувствуют себя на данной позиции. Но посмотрим, посмотрим. Здесь коллектив Респект, в принципе, уже должны понимать то, что эта карта для них решающая. Лос на агрессе отыгрывает по-жесткому. Отлично имеет опен-фрак. Скайлайк попытается минусануть опи, но увенчалось все это дело неудачей. Гуэрл находит минус по Тео. Максимус также ставит хэдшот по опи. Ну и, собственно, потихоньку, да помаленьку, паритет среди игроков восстанавливается. Лос Тушкан и Зишка против Максимуса, Гуэро и Джерси. Кто кого перестреляет. Максимус все пытается у нас на железе как-то отыграть, но Гуэро ставит пачку уже по Тушкану. И позиции беты начинают немного провисать. Зишка находит минус по Джерси. Отлично, паритет среди игроков вновь восстановлен. Максимус 100 хп. Работает в аквариуме. В руках УА-93 парные. Зачекал Лос уже на воде своего соперника. По Гуэро залетает довольно-таки внушающий дэмэдж. Но и Зишка 68 хп. По-прежнему контролит заход с железа. Гуэро перетягивается уже на позиции офиса. Ну и, собственно, будет с крыши принимать Лос. Зачекал своего соперника. Есть нашивка по Лосу. Ну и Максимус пытается в спину зажать своего соперника. Но не удается. Лос отключает своего визави. Гуэро 48% здоровья. Понял то, что перестреливаться сейчас с Лосом. Это дело дрянь. Попытался уйти через офис. Но здесь Зишка. Просто не прощает своего соперника. И, собственно, второй раунд к ряду за коллективом. Респект. Так, ну что, респекты. Вроде как собрались. Понимают теперь парни, что не надо шутить с Эмбарго. И начинают очень агрессивно вторую половину. Тушкан даблкилл при Аркаде двойке. И только сейчас Скайлейк его разменивает. Сразу три игрока. Команда Эмбарго сейчас зажата просто на своем треспауне. И у них этому и возникнут проблемы. Потому что Тео уже прожал у нас аквариум. Здесь для него будет, в принципе, все просто. Опять же, если какой-нибудь условный Скайлейк с УАшками, с Дуалами не выйдет и не поставит по нему первым патроном. Ну давайте посмотрим, наверное, за Опи. Потому что, скорее всего, именно у него будет экшен на точке. И он слышит абсолютно все перемещения команды Эмбарго. И вот Джерси его моментально забирает. Но сейчас Опи открылся. Опять же, не знаю зачем. Проход под офис с Альфа также немножко бесперспективен для команды Эмбарго. Потому что Олег Кановни здесь уже, конечно же, готов принимать своих оппонентов. И сейчас что же примут в итоге? Какое решение? Эмбарго. Опи на медле зачекал сразу двух оппонентов. Там Лосс, в случае чего, может железо также хелпануть. Но Опи пока по-прежнему ждет. И какой ловый тайминг? Там Джерси хотел ему откинуть ХАЕшку. Опи даблкил. Опи триплкил будет или нет? Опи... Нет. Гуэра все-таки его забирает. 12 хп остается. И Лосс должен здесь, конечно же, Гуэра забирать. Так и есть. 3-1. Респекты на уровне. Сейчас у нас отыграют три раунда к ряду. Ну что ж, вроде неплохо. Сейчас себя начинают чувствовать респекты. Начинают отыгрываться. Есть агрессия у них. Есть жесткие минусы. Но посмотрим, что же парни будут показывать далее. Здесь Кайлейк минусует. У нас все-таки Тушкана жесткий на агрессии. Просто летит вперед на позиции. Альпы уже выходит на крышу. Пытается зачекать своего соперника. Пока что не задается. От Гуэра с хаешки минус по Тео. Ну и здесь Опи также откид хаем. Забирает с хаешки джерси. Жесткий находит минус позишки. Открывает позицию офиса для своего тиммейта. Ну и, собственно, здесь Опи как не зачекал. Серьезно. Скайлейк просто сидел. Он даже не пытался спрятаться. Опи заходит боком к своему сопернику. Ну и за это поплатился. Лот уже находится на крыше. Но Скайлейк моментально отправляет его в таверну. Это 3-2 за коллективом. Респект. Да, слушай. Ну сейчас Олег, конечно, собственной песней на горло наступил. Потому что если бы Олег, будучи, забрал родовый Скайлейк. У которого был 20 хп под офисом. Но я думаю, Раубу все-таки был бы опять же за респектом. В итоге Скайлейк еще и товарища Лоса забрал потом на крыше Альфа. И сейчас это выливается во второй раунд для команды Эмбарго. Но уже теряют моментально жесткого. Хороший начало раунда от команды Респект. Но и Зишка снова на своей коронной позиции. И пока на подступах к этой точке никого мы не видим. Зато Тушкан действует у нас неплохо. С офисом забирает двойки Джерси. И сейчас немножко в ступоре находятся ребята из Эмбарго. И вот Скайлейк ошибается. И Зишка мстит за предыдущий раунд. Максимус должен смотреть с крыши своих оппонентов. Так, есть наш ИФ. Ну и здесь просто пошел развал кабинетов. Тео забирает Максимус. Это 4-2 за Респект Пассаж. Ну вот уже преимущество в два раунда за коллективом Респект. Ну и собственно потихоньку да помаленьку начинают ребята отрываться от своих соперников. Но если сейчас коллектив Эмбарго забирает третий раунд, то это потихоньку будет попакивать тем, что сравняет паритет в счете. И вот уже жесткий с Максимусом потихоньку да помаленьку начинает передвигаться к этой цели. Минусует двоих своих соперников. Лос попытается сейчас на шахматах как-то отстрелить своих визави. Но не задается, просто запускает в Альфу сейчас ребята из коллектива Респект Эмбарго. Ну и собственно Джерси. 22% здоровья уже находится на позициях Плэйн Таупи. Находит минус по Скайлейку. Заход в Плэйн Тушкан у нас потихоньку пытается осуществить. Но здесь находится Джерси. С двух сторон его зажимают. Ну и собственно неплохо сейчас отыгрывает коллектив Респект. Уже 5-2 за коллективом Респект. А начинали у нас парни из Эмбарго 5 в 3. В два игрока преимущество было. Но что-то потом пошло не так. Какие-то начали занимать непонятные позиции. И за это конечно же Респекта их наказывают. Опи забирает Джерси. Скайлейк моментальный размен. И жесткий занимает мидл. Но здесь просто по нему летит префайер из зонтов. И просто сплантабета. И сейчас Резишка находит. У нас в авинтах. Товарища жесткого Тушкан также ставят по максимуму супачку. И 4 в 2 за Респект. Ну что же Респект проснулись. Опи идет Аркадий. У нас Т-спаун. И немножко неудачно. Заканчивается поджим смертью. Опи. И сейчас втроем. Втроем вынуждены обороняться уже. Ну как обороняться. Они наоборот еще больше поджимают. Это Зишка, Тушкан и Лос. Прожали. Просто не выпускают. Не хотят выпускать из Т-спауна своих оппонентов. Ребята из коллектива Респект. Но здесь какая-то шальная пуля может еще залететь. Для товарища Гуэра. Ну в принципе для Лоса так же может. Это быть не совсем удачным вариантом. Да? Стоять на этой позиции. Потому что сейчас один прострел и ты погиб. Один прогиб и ты погиб. Но вот Лос как раз таки и ставит через дверь своему оппоненту. Даблкил от Лоса. Но Лос просто изничтожает своего соперника. И это 6-2 и последний раунд первой половины. Очень жестко сейчас выступают у нас ребята из коллектива Респект. 6-2. Какал Герман. Последний раунд первой половины на данной карте. И будет ли это 7-2 или же все-таки коллектив Эмбарго потихоньку приблизится к тому, чтобы перейти на смену сторон хотя бы с отрывом в 3 раунда. Ну что ж. Есть работа уже на позиции беты. Здесь у нас работает жесткий через железо. Гуэра находит минус полос. Опи принимает решение агрессивного приема железа. Но здесь заход через мидл. Делает у нас максимус. И собственно бета начинает провисать. Скайлайк также ставит пачку позишки. Опи остается в Солочанского. Ну посмотрим, что оформит Опи. Зачекал уже Скайлайка. 28 хп у него остается. Есть минус. Отлично. Ну что ж. Плент установлен. Это далеко не альфа, как думает на данный момент у нас Опи. Ну и собственно остается убрать троих соперников. Это крайне сложно будет сделать. Но Опи уже не раз делал такие клатч раунды. Потихоньку передвигается на позиции шахмат. Но здесь очень коварная позиция у Гуэра. Один хп остается. Ну и собственно Опи отлетает от своего соперника. Моментально это 6-3 за коллективом. Респект. Начало миссии. Победилась синяя команда. Вот если бы сами на своих ошибках не прогорели бы Эмбарага. Возможно сейчас был бы счет 5-4. Один раунд. Да. И как бы они уходят на смену. С очень комфортным для себя счетом. В один раунд. Да. Отставание было бы. А возможно даже бы и ввели 5-4. Если бы все-таки до конца отыгрывали именно свою игру. Они поддавались бы соблазну. От команды Респект. Да. Они постоянных Аркадзеля. А те хотели соответственно сразу же ответить минусом. Ну на этом и прогорели Эмбарага. Ну и сейчас у них нелегкая ситуация. Да. Они играют в обороне. Но целых 3 раунда преимущества у Респект. И если сетовать на АИМ команды Респект Пассаж. То действительно можно сделать вывод. Что все-таки они эту карту заберут. Потому что. Ну пусть не обижаются Эмбарага. Парни действительно очень хороши. Но все-таки. Респект. Это уже. Пусть на меня никто не обижается. Это уже пропитые дядьки. Да. Которые уже в принципе в этом варятся довольно долгое время. Да. 7 лет. Ребят. Это довольно много. Так. Лос. За человеком поджимающего двойку жесткого. И сейчас у жесткого возникают проблемы. Потому что его здесь хаешками так же закидали. Но кстати у него 100 хп по прежнему. И вот. Лос чуть не погиб от той же прокидки. Но пока Гуэра сидит. Ой-ой-ой. Как же опасно. Гуэра сидит. Так. Зишка добывает по нему информацию. Зишка. Вероятнее всего сейчас заберет Гуэра. Но нет. Все-таки пошел. У нас дэмэдж. В стену. А не в игрока. Ну и сейчас Тео отформляет. Опен фраг. Тушкан забирает на воде жесткого. Ну и вынуждена смещаться. Теперь эмбарго из-под метла. Из-под беты в Альф. Потому что Альф полностью провален. И Опи такой. Пацаны. Вы где? Как знаешь. Как Джон Траволта. В фильме. Не помню как фильм называется. Просто такой стоит. Типа. Где? Где все? Где все? Ну и вот. Вот он Опи. Опи ты уже нашел. Но неудачно для себя. Зишка забирает также. Гуэра. И Лос забирает Джерси. 7-3. О чем я и говорил. Респект. И пока что Unstoppable. Кстати каждый по одному фрагу сделал. Но остается еще 3 раунда у коллектива Респект. Которые надо забирать у коллектива Эмбарго. И пока что Эмбарго действительно начинает провисать. Но посмотрим. Может быть сейчас в обороне они смогут отыгрываться. Более-менее по позициям своего соперника. Но здесь Жесткий уже неплохо так нарейдил. Зишку. 22% здоровья у него остается. Лос находит минус по Джерси. Тео подключается. Есть минус по Скайлейку. Жесткий попытался как-то выровнять ситуацию среди игроков. Забрал одного из своих визави. Но в ответку сразу же получил порцию свинца. Гуэру минусует Тушкана. Тео моментальный хэдшот ставит по своему визави. Ну и собственно Зишка отсиделся со своими 22 хп на позициях Те спавна. Ну и собственно нашел минус. И уже 8-3. Всего лишь 2 раунда. Респектом остается до победы. И кстати пока что сторона КТ не заходит. Для коллектива Эмбарго все-таки чувствуется, что за атаку этим ребятам было... Игра действительно комфортнее. И счет тому пока что свидетельствует. Тушкан на двойке живет, пока хилится. Но здесь ему конечно хаёшками по пупке-то надавали. Максимус даблкил, 2 хаед, 2 минуса. Конечно очень эффектно он действует и эффективно с этим внутриигровым инвентарем. Но пока 5 в 2, Зишка и Опи вдвоем остается. Ну наконец-таки все-таки у Эмбарго появляется возможность зацепиться за эту игру. И это просто 5 в 0 и по минимуму теряют хп ребята из Эмбарго. 8-4. Ну что ж, потихоньку да помаленьку коллектив Эмбарго приближается к тому, чтобы сделать паритет в счете, восстановить. Но посмотрим, посмотрим, что же будет у нас далее. Лосс уже работает через воду, по нему совершенно никакой информации нет. Скайлайк на агрессии попытается отыграть. У нас под Т-спауном жесткий минусует О. Петушкан моментально хэдшот отправляет по жесткому. Скайлайк также находит тушо по Тео, но лосс моментальный размен. Но Скайлайк даблкил оформляет свою копилку. Отлично. Тушкан готовится к приему своего соперника, но Скайлайк особо не торопится поджимать. Лосс 14% здоровья находится уже на позициях КТ-спавном. Ну и скорее всего будет выручать сейчас своего тиммейта. Но Тушкана уже Скайлайк также отключает. Триплкил в его исполнении. И лосс 14 хп. Крайне неприятная ситуация сейчас у этого парня. 1 в 3 просто 14 хп. Я не знаю даже, что делать сейчас лоссу. Но поставить плейнт и попробовать хотя бы 2 головы найти, но это крайне сложно. Очень сложно, но посмотрим. Все-таки ребята из коллектива Эмбарго закрываются сейчас под бетой. И простор для установки плейнта под альфой имеется. Так, лосс ставит плейнт. Ну и пошла вода горячая. Здесь коллектив Эмбарго начинает перетягиваться моментально под позиции альфы. И как же будет действовать лосс? Давайте посмотрим. Встает на чек. Будет принимать крышу. Пошла уже нашивка. Есть информация у лосса. Попытался настрефить своего соперника, но не удается. Откидка Е производится. Заход в альфу. Есть лосс. Минусует Скайлайк. Отлично. Остается один в два. Джерси на припайре вылетает в окно. Но здесь минус все-таки. По лоссу залетает. И еще один раунд в копилке коллектива Эмбарго. Так, ну что, пятерочка уже в копилке у Эмбарго. Остается им забрать пять раундов, чтобы добыть завертные три очка. А Герман, тем не менее, провисает немножко по инету. Ребятки, сорянно извиняйтесь. Прямо вот от души извините. Если у вас там небольшие микрофрезы сейчас были на трансляции. Тео получает по голове уже от Скайлайк. Возможно, даблкил от этого парня мы сейчас увидим. Лосс откидывает ему хаешку. Ну и вынужден его аркадить. Хотя здесь даблкил от Скайлайка. И 26 хп еще на счету у него. И вынужден просто ретироваться. Скайлайк просто красавчик в этом раунде. Забожил жесткий. Также забирает опи у нас. Ну и Зишка здесь просто в двойке такой стоит. Так где он? Так где он? Почему здесь валяются ауки моих братьев? Брат, ты почему лежишь? Не спи, вставай, брат. Но все-таки уже никуда не встанет у нас товарищ Лосс. Потому что не просмотрел, не посмотрел аркаду от своего соперника. Но тем не менее, Тушкан находится на теспауне. По-прежнему ждут поджимов. Ребята из Респект. Но пока что эти поджимы не оправданы. Но тем не менее, Зишка заходит. Не заходит, а находит фраг по Скайлайку. И 2 в 4 отыгровка. Фуловый и Зишка, и Тушкан. И, конечно же, это может стать неким ключом к камбэку в этом раунде. И Зибон. Зибон еще должен прочекать же. Так, видел слева Гуэра. Но и Гуэр вынужден отойти. Так, ну что. Надо, надо как-то выходить. Зишка выходит. Но там еще, кстати, сидит Жоский. Поэтому Жоский здесь, конечно, караулит все эти позиции. И Тушкан, скорее всего, также будет погибать. Нет, Тушкан пока делает минус. Но недолго музыка играла, недолго Фраер танцевал. Гуэра делает еще эти минусы. Это 8-6. Ну что ж, коллектив Эмбарго на смене сторон начинает показывать более жесткие действия. Но, тем не менее, 2 раунда преимущества у коллектива Респект еще имеется. Опять же, агрессивные действия у нас от жесткого. Но посмотрим, сможет ли он их оправдать. Итак, есть работа также на воду от коллектива Респекта. Максимус уходит минус полосу. Скайлэйк ставит пачку по Тео. И Жоский подключается к этому фраг-параду. Забирает опи. И коллектив Респект просто посыпался на глазах. Тушкан и Зишка остаются вдвоем против пятерых бойцов коллектива Эмбарго. Крайне сложная ситуация у парней. Но Зишка находит минус по Скайлэйку, не теряя ни одного хип-поинта. Тушкана пытается набрить с позиций беты Джерси. Но, опять же, безрезультатно. Зишка находит минус по жесткому. Отлично. Уже позиция из 2 в 5 превращается в 2 в 3. Залетает Тушкан на офис. Моментально ставит хэдшот по Максимусу. И позиция уже 2 в 2. Моментально вылазит из этой рутины у нас. Респекты. Ну и, собственно, установка плент-а должна производиться в Альфе. Да, Тушкан ставит плент. Отлично. Джерси будет работать через крышу. И здесь Зишка. 100% здоровья. Уволил двоих своих соперников. И до сих пор фуловый. Найдет ли трипл-килл? Тушкан пытается на агрессии как-то отыгрывать. Но 28% здоровья. И здесь Гуэра уже набривает все-таки офис. Есть минус. И Зишка находится у нас сейчас на крыше. Трипл-килл в его исполнении. 46% здоровья остается. Джерси заходит на позиции плент-а. Пошел на деф. Но здесь на префайре пытается Зишка как-то сбить своего соперника. У него это пока что получается. Но посмотрим, насколько долго сможет тянуть Зишка данную тему. Ай-яй-яй. Ну почти, почти. Все-таки Джерси успел взлетнуть. Но здесь Зишка сбивает своего соперника. Ну и в соответствии еще один раунд в копилке коллектива. Респект. Олег. Буба Олег. Царь. Я хочу очень много чего сказать сейчас про Олега. Но ничто не может так описать Олега. Как предыдущий раунд. Это настолько фееричный камбэк от него для своей команды. 5 в 2 ситуация. Да, там Тушкан ему тоже помог одним минусом. Но как же жестко Олег решил этот раунд. И сейчас просто на плюс морали. На быстрой ноге. Респекты должны идти и закрывать эту встречу. Тушкана здесь проблема. Его, кстати, жесткий так же. И снова Тушкан здесь остается вдвоем. И снова ситуация в 4 в 2. И уже снова 2 в 2. Да ладно. Но что делает это звено? Что делает Зисис Чемпионс оф зе ворлд? Ну и, кстати, Джерси. С Б плантал нас будет нашивать. Зишка уже проходит под миддл. И находит здесь Скайлейка. У Скайлейка небольшие проблемы. Зишка будет просто идти и нажимать его до конца. И все-таки Скайлейка заказывается сильнее в данной перестрелке. Тушкан. Твой черед, дружище. Ну и здесь его забирает в спине Джерси. Ну что, один маппоинт отыгран. Даже не маппоинт, а уже матчпоинт. Еще становится 9-7. Ну что, опять преимущество сокращается у коллектива Респект до 2 раундов. И остается последний раунд, который отделяет их от победы над коллективом Эмбарго. Максимус стремительно теряет свои хиппоинты. Опи находит опенфракт. И он хоронит у нас Скайлейка. И Зишка отправляет в саверну жесткого. Отлично, трипл килл оформляет у нас коллектив Респект. Максимус уже выбывает из боя, не верит своих тиммейтов. Ну и Гуэро с Джерси остаются вдвоем против пятерых своих соперников. Тео на агрессии пытается отыграть у нас на складе Бетты. Но пока что только он теряет хп. 33 хп остается. Гуэро находит минус по опе. Джерси минусует Тео. Отлично. Также Джерси ставит пачку по лосу. Ай-яй-яй, уже позиция из 2 в 5 превращается 2 в 2. Что творят эти парни? Что Респект, что Эмбарго просто задают жару. Но здесь Тушкам на агрессию вылетает на крышу. Минусует Джерси. И есть информация уже по Гуэро. 37% здоровья остается. Но также против Александра Коротачева не смог отыграть у нас Гуэро. Есть минус. И респекты выходят победителями из этой встречи. Боже. Я, конечно, король прогнозов. Да, я так и ставил 2-1 на респект.